Здравствуйте! На государственном телеканале Западная Армения очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Миссия наших волонтёров выполнена. В прибрежных районах Западной Армении бушуют наводнения. Вооружённые силы Азербайджана обстреляли армянские позиции в Гигархунике и Яраске. Ремонт фасада здания Дома культуры в Ахлкалаке, Джавах. Армянские школьники завоевали пять медалей по предмету математика на 62-й международной олимпиаде. В селе Вагифаль в Западной Армении у женщин есть прекрасные возможности для развития. К сожалению, в нашей стране отсутствует патриотизм, сказал Давид Агаджанян. В эту субботу, 24 июля 2021 года, в 10 утра, в условиях густого тумана, группа добровольцев Западной Армении совершила восхождение на гору Арагац. Чтобы открыть на её вершине две мемориальные доски в память о командире Илеониде Азгалдиане и их братья по оружию Мануки Саакяне. В чистейших традициях добровольческих командос Западной Армении состоялось открытие двух мемориальных досок, после чего выступил президент Арменак Абраэмян. Напомним, что президент Арменак Абраэмян после восхождения на гору Арагац 4 июля 2021 года обнаружил, что две ранее установленные мемориальные доски подверглись вандализму и больше не находятся на своём месте. Необходимо также напомнить, что добровольческие команды Западной Армении продолжат свою миссию по борьбе со всеми теми преступниками и террористами, которые нападают не только на армянское гражданское население, но и на наследие предков. Не стесняйтесь поддержать нас или присоединяйтесь к нам. Согласно предупреждению, полученному Главным управлением метеорологии сильная гроза ожидается в центральных и восточных черноморских районах Западной Армении. Ожидается, что на один квадратный метр в восточных прибрежных районах Трабзона, Ризе и Ардвина выпадает 150 килограмм осадков. Граждан призвали проявлять бдительность в случае наводнения и оползней, вызванных осадками. В заявлении Департамента по чрезвычайным ситуациям в Твиттер говорится, С утра 27 июля ожидается сильный дождь в Артвине, Ризе, Трабзоне, Орду, Киресун. Будьте бдительны в случае внезапных наводнений, селей, оползней, молнии и града. 26 июля около 3.30 утра подразделения вооружённых сил Азербайджана открыли огонь из огнестрельного оружия разного калибра по армянским позициям, расположенным на Гевархунивском участке армяно-азербайджанской границы. Как сообщили в Минобороны Республики Армения, в результате ответных действий армянских позиций огонь был подавлен. С армянской стороны жертв нет. 26 июля с 11.30 утра противник нарушил режим прекращения огня в направлении Араратского района армяно-азербайджанской границы. В частности, в Ярасхе, открыв огонь из огнестрельного оружия разного калибра в направлениях армянских позиций. Армянская сторона приняла ответные меры. Началась внешняя реконструкция зданий на центральной улице Тависуплепа в муниципалитете Ахалкиалаки, которая будет проведена Министерством инфраструктуры Грузии с целью развития региона Ахалкиалаки и туризма. Ремонтные работы в здании Дома культуры начались 25 июля. По словам рабочих, на площади Мясропа Маштоца восстанавливаются только фасадные части Дома культуры и других построек. Реставрационные работы будет проводить ООО Дельтам Шенеблеби. JNews предоставляет дополнительную информацию о восстановлении в следующих статьях. Школьники Республики Армения имеют пять наград на 62-й Международной Олимпиаде по математике. По сообщению Министерства культуры, науки и спорта Республики Армения, Олимпиада, организованная Российской Федерацией, проводилась в два теоретических этапа и онлайн. С 14 по 24 июля в Квантум Колледж в Ереване. В Олимпиаде принимают участие 619 школьников из 107 стран, 556 юношей и 63 девушки. Армянская группа представлена шестью студентами. Серебряные медали завоевали учащиеся специальной физико-математической школы Вааган Оганэсян и Магель Карагулян. А бронзовыми медалями удостоились студенты того же учебного заведения Рубен Амбарцумян и Эрик Папасян, а также студентка Квантового колледжа Лорета Арзуманян. Армянскую группу возглавляют Самбат Гогян, старший научный сотрудник Института математики Нан Республики Армения, и Курген Асатрян, преподаватель физико-математической специальной школы имени Арташеса Шагиняна. Напомним, армянская группа также завоевала две серебряные и три бронзовых медали на 61-й Международной математической олимпиаде. Женщины последнего армянского села Вагифа Самандакского района, оккупированной провинцией Хатай с Западной Армении, продолжают сохранять свою культуру и обеспечивать свою экономическую свободу. С другой стороны, они пытаются развивать сельскую экономику. Женщины, число которых со временем увеличивалось, сейчас работают с командой из 39 человек. Жительницы села, в котором проживает 135 жителей, продают товары, произведенные в результате совместной работы в саду и в сельской церкви. Продаются джемы, гранатовый сироп, оливковое масло, мыло и вино, произведенные с помощью органического земледелия. Поселок Вагифа интересует приезжающих и иностранных туристов. Вагифле – одно из самых популярных туристических мест летом. Последнее выжившее село, в котором армяне жили сотни лет. Деревня расположена в долине Хедербей, у подножия горы Мусадак, с видом на Средиземное море. На телевидении Западной Армении общественный деятель Давид Агаджанян рассказал о своих инициативах, рассказал о своих корнях и упомянул свою последнюю инициативу, которая направлена на развитие гимнастики в Ереване за счет строительства спортзалов. Чтобы получить необходимое финансирование, он организовал различные мероприятия, одним из которых был его сольный концерт в клубе Мэтсо. И он пожертвовал все доходы от продажи билетов в фонд, созданный для этой инициативы. Общественный деятель рассказал о важности и актуальности данной инициативы, так как многие люди после войны имеют проблемы с мобильностью, и тренировки на таких стадионах их укрепляют. Дарья длевасан санбелакунг корот и кжам исторкэ. Дарья длевасан санбелакунг корот и кжам исторкэ. Дарья длевасана санбелаку корот и кжам исторкэ. Дарья длевасан санбелаку корот и кжам исторкэ. Полная версия видео доступна на официальном сайте государственного телеканала Западной Армении. А на сегодня всё, желаем вам всего хорошего.